Всем привет! И в этот раз мы затронем, на мой взгляд, очень важную тему, и касается она легкой атлетики и футбола, совмещения легкой атлетики и футбола. То есть, это либо тренировки дополнительно у футболистов с тренером по легкой атлетике, и также это то, когда в футбол приходят дети, там, допустим, в 12-13 лет, но до этого они занимались легкой атлетикой. И поговорим с вами здесь о различии техники передвижения, то есть о различиях техники бега и помогают ли вообще занятия легкой атлетикой потом в том плане, что лучше игрок передвигается на футбольном поле. Что ж, давайте разбираться. Сразу оговорюсь, что очень многое зависит от тренера, который тренирует у вас и преподает у вас дополнительно легкую атлетику, если вы занимаетесь футболом. Здесь даже важно не то, какой он хороший тренер в плане легкой атлетики. Здесь гораздо нужнее его понимание того, какие именно навыки и какие именно моменты пригодятся этому человеку, этому футболисту именно на поле, именно в игре. То есть, он должен понимать различия в технике передвижения в легкой атлетике и в футболе. Это, на мой взгляд, гораздо важнее. А какие же различия в передвижениях? На самом деле, они достаточно большие и, я бы даже сказал, колоссальные. Давайте начнем с техники бега по прямой. Я разговаривал с несколькими ребятами, которые занимаются легкой атлетикой, которые достигли каких-то успехов в этом виде спорта, стали мастерами спорта и так далее. Так вот, у легкоатлетов, как я понял, есть несколько техник бега. Когда мы, допустим, ставим сначала пятку, потом носок, то есть перекатом такая техника. Либо когда мы бежим на полной стопе, либо когда мы бежим на передней части ступни. Так вот, в футболе в основном, да не в основном, а только так можно передвигаться, лучше бежать на передней части ступни. Это вообще нужно показывать. Я, наверное, в дальнейшем сниму отдельное видео, где все наглядно продемонстрирую по технике бега. Но я на своем опыте, даже если куда-то, да, выхожу и смотрю на любителей, как играют любители, и как они двигаются, бегут даже трусцой на разминке, то сразу видно, занимались они футболом в детстве или нет. Потому что многие из них бегут как раз либо на пятках, как-то непонятно, либо перекатом с пятки на носок на полной стопе. Так передвигаться в футболе очень неудобно, потому что зачастую передвижение диктует движение корпуса. То есть мы резко наклоняем корпус в одну или в другую сторону, меняем направление нашего движения. И в этом случае бежать удобнее именно с носка, на передней части стопы. Здесь же у нас сразу следующий момент. В легкой атлетике в основном тренируется бег, да, именно по прямой. А в футболе вы по прямой на длительную дистанцию, на большую, вряд ли будете бежать. Вы, скорее всего, будете бежать как-то со сменой направления, с поворотами, с разворотами различными. Постоянно вы должны будете двигаться в разные стороны. Не только потому что мяч, да, хаотично там передвигается по полю, но и потому что также вам нужно будет запутывать соперника и открыться, чтобы получить мяч и сыграть именно на чистом мяче. Поэтому в футболе наряду с рывками по прямой на короткие дистанции также важно умение перемещаться. Умение перемещаться приставным шагом, умение перемещаться с крестным шагом. Спиной, бег спиной очень важен. Также различные развороты, повороты, когда мы отталкиваемся от опорной ноги и резко меняем направление движения. В легкой атлетике все-таки, насколько мне известно, на это уделяется гораздо меньше внимания. А на самом деле вот в футболе такие технические приемы в плане перемещения корпуса и в плане движения, в плане бега, они встречаются чуть ли не чаще на поле, чем бег просто по прямой. Это еще зависит от вашей позиции. Если вы играете где-то в центре, то вряд ли вы будете делать постоянные рывки просто по прямой. Там нужно наоборот открываться, двигаться, либо как-то дергать соперника в одну-в другую сторону зигзагами, либо двигаться кругами, но это уже другие моменты. Легкоатлетов готовят бежать очень экономно. У них идет движение при беге только вперед и назад. Они вообще никак не разбрасываются. Но в футболе и в футбольной игре такого не бывает, чтобы вы бежали чересчур экономно. Во-первых, потому что у вас идет постоянная борьба с соперником. А во-вторых, вам нужно постоянно, допустим, наклонять корпус в одну сторону и затем резко стартовать в другую. И здесь вы сразу не сможете наладить баланс и идеальную координацию в беге. Вам нужно будет несколько шагов, чтобы стабилизироваться, так скажем. А у, допустим, легкоатлетов, они даже когда бегут, у них ноги выносятся и четко все идет именно по одной линии. У футболистов немного не так. Также немного различается техника движения рук. Естественно, руки согнуты в локтях, да, но если у легкоатлетов они больше, опять же, идут по линии, то у футболистов немножечко, вот я тоже замечал, смещены в центр вот так вот. То есть локти немного расправлены по сторонам, так скажем. Важно, чтобы ваш тренер по легкой атлетике понимал все эти нюансы и не готовил вас как спринтера или стайлера, а готовил вас именно как хорошего футбольного игрока, который сможет быстро стартовать, менять направление, как-то справляться с сопротивлением на поле, с тем, что вас подталкивает соперник удерживать равновесие и при этом сохранять скорость передвижения. Также мы не сказали о том, что при работе с мячом также техника бега, она различается. Ко мне приходили некоторые ребята заниматься индивидуально на футбольную технику с прошлым в легкой атлетике и приходилось им эту технику бега поправлять, но это очень сложно. Вот представляете, приходит человек, который бегал на протяжении 3-4 лет перекатным вот с пятки. Сначала при беге ставил ногу на пятку, у него вперед выносилась голень, то есть точка соприкосновения с поверхностью была впереди, а центр тяжести был чуть сзади. И так очень неудобно бегать в футболе, поэтому приходилось прям заставлять его и поправлять. А у человека уже, если он несколько лет делал, все-таки бег, это достаточно такой простой и базовый навык. Если ты его долгое время повторяешь, то он уже откладывается у тебя на подкорке, и ты машинально повторяешь делать одни и те же движения. Соответственно, переучиваться становится гораздо тяжелее. О чем я говорю? Важно подходить ко всему с пониманием. Если вы хотите развиваться, да, там, в сторону футбола, если вы хотите в будущем стать футболистом, то важно понимать, что вы делаете, как вы делаете, и чтобы это помогало вам именно в футболе. Различия в технике подготовки, даже в технике передвижения, они везде есть. Базовые моменты, да, могут быть одними и теми же. Например, как учить выносить бедро, да, при беге, чтобы шаг был шире у нас. В этом, конечно, тренеры по легкой атлетике помогают. Но лишний раз повторюсь, тренер тренеру рознь. Выбирайте с умом, и я надеюсь, что вы будете прогрессировать на футбольном поле. Что ж, это видео подошло к концу. Я надеюсь, оно оказалось вам хоть чем-то интересным или полезным. Если это действительно так, подписывайтесь, пожалуйста, на наш канал, если вы здесь вдруг впервые. Поставьте под видео лайк, мне будет очень приятно. Всем спасибо за внимание, и до скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok